Слово «кризис» никаких приятных эмоций не вызывает. Более того, у нас возникают такие неприятные ассоциации, как проблемы, болезни денежные, неурядицы. Почему? Просто потому, что перемен никто не любит. Ведь перемены – это не только приятные приобретения, но и потери. Старого, привычного, удобного. Кризисы развития здесь не исключение. Рост, становление личности неумолимо связаны с отказом от прежних форм поведения, к которым привыкли не только мы, но в первую очередь наши дети. Наверняка каждому из родителей знаком этот период, когда маленькое прекрасное чадо превращается в непослушное дитя, в плохо управляемого крикуна. Кризис трех лет – один из наиболее изученных и известных кризисов развития маленького человека. Этот кризис может выражаться в проявлении таких симптомов, как негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, протест, бунт, проявление деспотизма, обесценивание. Впервые эти симптомы выявила и описала Келлер в своей работе о личности трехлетнего ребенка. Выгодски назвал семь наиболее ярких особенностей поведения ребенка в этот период с имизвездием симптомов. Давайте рассмотрим подробнее эти симптомы. А поможет мне в этом моя трехлетняя дочка Катя. Катюш, помаши. Негативизм. В общем смысле негативизм означает стремление противоречить, делать наоборот тому, что ему говорят. Негативизм следует отличать от обычного непослушания, ведь ребенок не слушается вас не потому, что ему так хочется, а потому что в данный момент не может поступить иначе. Отказываясь от вашего предложения или просьбы, он защищает свое «я». Упрямство. Это реакция ребенка, который настаивает над чем-то не потому, что ему очень хочется, а потому что этого потребовал у взрослого, и отказаться от собственного решения даже при изменившихся обстоятельствах ребенок не может. Упрямство следует отличать от настойчивости в достижении какой-либо определенной цели. Строптивость направлена в целом против норм воспитания, системы отношений, образа жизни в семье, а не против конкретного взрослого. Своеволие – это своеобразная тенденция к самостоятельности, но гипертрофированная и неадекватная возможностям ребенка. Нетрудно догадаться, что такое поведение вызывает конфликты и ссоры с окружающими. Состояние протеста, бунта лучше всего охарактеризовать словами известного психолога Выгодского. Ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними. Обесценивание. В глазах ребенка обесценивается все то, что было для него привычно, интересно, дорого раньше. Симптом обесценивания может проявляться в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей, ломать любимые игрушки. Ребенок проявляет деспотичную власть по отношению к близким людям, заставляет родителей делать все, что он требует. Мы считаем, что всем родителям необходимо знать симптомы кризиса трех лет, что за ними стоит, чтобы правильно сформировать свое отношение в этот период к ребенку. Существует ряд общих рекомендаций, использование которых постепенно приводит к преодолению негативных симптомов к поведению маленького ребенка. Мы желаем вам добра, любви и большого терпения. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова